В жилмассиве у остановки кондитерская фабрика. Неизвестные глубокой ночью пытались проникнуть в магазин мобильной электроники. Способ попасть внутрь павильона преступники выбрали нетрадиционный. Обычно воры пользуются парадным входом, взламывая рульставни и вскрывая пластиковую дверь. При таком варианте вторжения времени на сбор добычи остается немного. Нападение превращается в скоростное состязание с тревожной группой ЧОПа. Кто быстрее управится? Или взломщики похватают первое попавшееся под руку и сбегут? Или секьюрити, получившие сигнал от датчика открывания дверей, схватят нерасторопных преступников? Разобрать стену оказалось куда проще и главное тише. Она представляет собой сэндвич из металлопластиковой панели, слоя минеральной ваты и древесной плиты. Не исключено, что вор сначала хотел войти через черный ход, однако дверь с тыльной стороны магазина не рабочая. Изнутри она заделана строительной пеной и не открывается в принципе. Проникнуть в магазин злоумышленники не успели. Похоже, их кто-то спугнул, либо они поняли, что замечены. Товар на ночь в сейфы здесь не убирают, смартфоны, телефоны и планшеты остаются в стеклянных демонстрационных шкафах. Ущерб от вторжения минимален. Нужно восстановить утепление и прикрутить на место отогнутый лист обшивки.